Главной международной темой остается северокорейский кризис. Администрация Обама не верит в то, что у КНДР есть ядерные боеголовки для баллистических ракет. Накануне информация об этом впервые была озвучена на Капитолийском холме. Конгрессмен из Колорадо зачитал доклад разведбюро Пентагона, в котором об этом говорилось и поставил в тупик главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Демпси. Сегодня пресс-служба Белого дома попыталась успокоить прессу, заявив, что если бы у Кореи были ядерные боеголовки для ракет, то они бы их уже испытали и мы бы об этом узнали. Тем временем в Сеуле госсекретарь США Джон Керри предупредил Северную Корею, что ядерной державой ей не бывать и попросил руководство страны воздержаться от провокационных заявлений во избежание дальнейшей эскалации конфликта. Из Вашингтона репортаж Александра Панова. Ядерное оружие КНДР абсолютно неприемлемо для международной общественности, заявил сегодня в Сеуле госсекретарь США Джон Керри. Так получилось, что его большая зарубежная поездка проходит на фоне непрекращающихся угроз Северной Кореи в адрес США и их союзников Юго-Восточной Азии. Джон Керри в Лондоне встретился со всеми коллегами по большой восьмерке, обсудил ситуацию в Сирии и угрозы Северной Кореи, прежде чем отправиться во взрывоопасный регион. Поездка в Южную Корею, несмотря на ракетную угрозу Пхеньяна, потребовала от госсекретаря личного мужества. Госсекретарь призвал Пхеньян отказаться от запуска ракеты, тем более, что северокорейский режим в последние недели играет на нервах США и их союзников в регионе, давая понять, что готов нанести военный удар. Запуск ракеты станет большой ошибкой для Ким Чен Ына. Неважно, в какую именно сторону будет произведен пуск. В любом случае, это будет свидетельствовать о том, что Ким Чен Ын решил игнорировать мнение всего международного сообщества. Конгрессмен из Колорадо Дак Лэмборн на слушаниях с участием министра обороны Хейгла сообщил о том, что в только что рассекреченном докладе разведывательного управления Пентагона содержится предположение о способности вооруженных сил Северной Кореи снабдить баллистические ракеты ядерной боеголовкой. По оценке разведывательного управления Министерства обороны, Северная Корея может обладать ядерным оружием, которое устанавливается на баллистические ракеты. Впрочем, у этого оружия очень низкое качество. Директор национальной разведки Джеймс Клэппер, а затем на брифинге официальный представитель Пентагона поставили под сомнение данные доклада, на которые ссылался конгрессмен. Было бы неверным полагать, что северокорейский режим провел полное испытание подобных разработок. Меж тем, в стартовом положении продолжает находиться по меньшей мере одна баллистическая ракета «Мусудан» с дальностью действия 3000 километров. Ракету продемонстрировали на военном параде еще три года назад, но она ни разу не испытывалась. Южной Кореи не исключают, что Кхеньян одновременно запустит несколько ракет, включая более старые «Скар» и «Надон» с дальностью полета, соответственно, от 500 до 1500 километров. Таким ракетным фейерверком северокорейцы отметят 101-ю годовщину отца нации Ким Ир Сена. День рождения деда, нынешнего лидера страны, ежегодно отмечают 15 апреля как главный праздник – День Солнца. Сегодня в Пхеньяне объявлено, что в случае войны первой целью ядерной атаки станет Токио, куда также направится госсекретарь Джон Керри. Президент Обама накануне впервые публично высказался о ядерном шантаже Пхеньяна, призвав Северную Корею прекратить воинственную риторику. Северная Корея пора прекратить, показывать свой воинственный настрой и постараться снизить градус. Чтобы не провоцировать северокорейский режим, президент отменил несколько военных учений. В Калифорнии на май отложен учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. В то же время на встрече с генсеком ООН Обама подчеркнул, что Америка предпримет все необходимые шаги, чтобы защитить своих граждан. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевия, Вашингтон.